Угроза ипотечного пузыря в России. Стоит ли сейчас покупать квартиру? Воспринимайте содержимое этого видео не как руководство к действию или бездействию, а как просто информацию. С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Многие из вас помнят кризис 2008 года в США. И надеюсь, вы смотрели фильм «Игра на понижение». Если нет, рекомендую просмотр. Там весьма упрощенной, но довольно понятной форме рассказывается суть этого самого пузыря. И так как России свойственно во многом следовать за Америкой, по менталитету мы все же ближе к ней, чем к Европе, то логично ожидать повторения такого сценария. И у нас. Тем более, что на это есть свои причины. Вспомним, конец 2014 года. Рубль за несколько месяцев теряет в цене более чем в два раза. Самое значительное падение за 14 лет стабильности. Многие из тех, кто держал свои накопления в валюте, побежали скупать автомобили и квартиры. Покупали жилую недвижимость, в том числе в ипотеку. И несмотря на то, что ставка была космическая, под 13-14%. Просто у людей появились деньги на первоначальный взнос, который часто составлял 30-50% стоимости жилья. А в ипотечных отделах стояли очереди. А потом был спад. В 2015 году продать квартиру за цену покупки было практически невозможно. Продаж не было. А кому очень нужно было продать квартиру, продавали ее с хорошим дисконтом. Часть строек заморозили. Постепенно началась монополизация рынка крупными застройщиками. Для них это была единственная возможность. Поддержать необходимый уровень доходов. Мелкие строительные организации ликвидировали свои компании или переключились на другие объекты строительства. Качество жилья снизилось, по крайней мере, в регионах. О столице я не говорю, так как Москва, не Россия. Города утонули в панельных жилых комплексах с красивыми названиями. Вернулся советский ширпотребстрой. Хотя старшее поколение меня, возможно, осудит. Мол, в СССР качество было несравнимо лучшее. И вы будете правы. Однако панельное жилье само по себе не самого лучшего качества. Оно помогает максимально быстро обеспечить жильем большое количество семей. Во времена советской урбанизации это было оправдано. Но кого мы пытаемся обеспечить жильем сейчас? Для чего такие ударные темпы строительства? Кто обеспечивает спрос? Хорошо, скажете вы. Но ведь был введен закон, запрещающий долевого участия, чтобы якобы обезопасить будущих собственников жилья от мошенников. И застройщики торопились построить ЖК до вступления в силу этого закона. Мол, не купят сейчас, обязательно купят потом. Однако темпы строительства не сказать, чтобы сильно упали. И тут мы переходим ко второй и самой важной части. Сейчас мы имеем гораздо более низкие ставки по ипотеке, чем в 2014-2015 годах. Рекордно низкие. Кроме того, снизился первоначальный взнос. Сейчас квартиру можно купить почти любому желающему за 10% от ее стоимости. Переплата за все 15 лет ипотеки мизерная. Около 50% от стоимости жилья. Прочитал 20-140% для тех, кто брал в конце 2014 года. Казалось бы, бери не хочу. Но вы, надеюсь, понимаете, что снижение ставок ЦБ сделано не для нас с вами, а для поддержки девелоперов, застройщиков. И, конечно же, для того, чтобы дать крупным компаниям перекредитоваться под более низкий процент. Обратите внимание, что ипотеку на новостройку вы можете взять под 6%, а на вторичное жилье от 7,7%. Чувствуете разницу? Иными словами, снижение ставок первоначального взноса и прочих требований к заемщику делает ипотеку доступной практически каждому, в том числе слоям населения с нестабильными материальными положениями, которые после покупки начинают осознавать, что после выплаты кредита они едва сводят в конце с концами. Снижение требований к выдаче ипотеки в США и стало причиной ипотечного кризиса, так как кредиты одобряли практически всем без разбора. Как следствие, заемщики переставали платить по разным причинам. Банки начинали терпеть убытки, а большое количество жилья банкротов реализовать стало крайне сложно. Началось снижение цен. Недвижимость, которая была обеспечена, стала падать в цене. Как следствие, банк не мог расплачиваться с кредиторами из-за дефицита платежного баланса. В итоге банкротство с деньгами вкладчиков, либо спасение путем печатания денег ФРС. Куча людей без работы, да еще и с опечатанными жилищами. Печальная картина. Но вернемся к России. В первой части видео я упоминал, что много жилья уже построилось. Только потому, что нужно было успеть до введения закона о запрете долевки. Это один из стимулов ударного застроя. Плюс сейчас расширение сферы доступности ипотеки различным слоям общества, которым ранее она была недоступна. Это также стимулирует компаний поддерживать строительство, а монополизаторам обогащаться. То есть, строится огромное количество жилья, и все это на фоне естественной убыли населения. Серьезно, загуглите. И если не верите, население России уменьшается. Уменьшилось на 260 тысяч только за 2019 год. А что впереди? Девальвация, валютный кризис и введение дополнительных налогов и акцизов. Думаю, вы уже видели новость о повышении акциза на табак на 20% и налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. А впереди маячит повышение процентной ставки. Это просто придется сделать для повышения инвестиционной привлекательности. Звучит смешно в сложившихся условиях, но тем не менее. И потому что пикирующий вниз рубль придется как-то сдерживать. Повышение ставки делает валюту дорогой, понижение дешевой. По крайней мере, такой логикой руководствуются игроки на валютном рынке. Какой вывод из всего этого можно сделать? Повышение ставки налогов и акцизов еще сильнее заставит людей сберегать. Стремление людей к сбережению ведет к снижению денежного оборота. Налогооблагаемая база бизнеса из-за этого снижается. А следовательно и поступление в бюджет, в том числе в виде НДС. Частный бизнес будет вынужден сокращать издержки. В первую очередь путем сокращения персонала. Или вынужден будет банкротиться. Итог. Невиданный уровень безработицы. Невозможность уплаты ипотечных взносов. Падение цены обеспечения банков в виде залоговой квартиры. И банкротства этих самых банков. И падение цен на недвижимость. Это, конечно, самый пессимический сценарий. Однако, за квартирами выстраивается очередь. Даже при желании купить квартиру в хорошем доме сложно. Так как чаще всего все забронировано. А как показывает практика, после высокого спроса следует резкий спад. Большинство из тех, у кого была валюта, купили квартиру в 2014 году. В начале 2015. Сейчас очередь тех, кто ранее не мог себе позволить даже первоначальный минимальный взнос. То есть, все, кому нужно квартиру, уже купили. Или вот-вот купят. Тем более, что очень большое количество квартир концентрируется в руках одних людей. Которые используют их для сдачи в основном людям из областей. Но что людям из областей делать в городах, если там возникает беспрецедентный уровень безработицы? Конечно, возвращаться домой. Спрос на аренду падает. Избавиться от неликвида хотят уже не только банки с жильем банкротов. Но и арендаторы хотят перевести в кэш часть своей недвижимости. И такой вариант наиболее вероятен. Для себя я решил так. Лучше переждать эти времена в валюте, нежели чем замораживать рубли в бетонометрах. Тем более, что перспективы падения рубля гораздо более вероятны, чем дальнейшее продолжение роста цен на недвижимость. Текущий рост цен на жилье связан лишь с временным спросом, вызванным падением ставок по ипотеке. С 2014 по 2019 год цены вообще не изменились. А вот валюта выросла более чем в два раза. Рекомендую вам подписаться на канал, чтобы быть в курсе событий на рынке недвижимости. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о ситуации с рынком недвижимости. Особенно интересное мнение тех, кто стоит перед вопросом покупки жилья. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok